а здрасте друзья всем приветули и у нас продолжается золотой колос смотрите какой у нас есть классный трактор он кстати уже поработал трохи два часа с копейками ну ладно мы не об этом короче что у нас вообще происходит на нашей классной ферме погнали смотреть наши классные поля смотрите у нас есть четвертое пятое поле на нем выросла рожь у нас уже 540 утра и здесь уже все созрела и все классно единственное только а кстати ячмень который они не перекрылся короче есть чуть-чуть меня который не запахался ну и ладно далее соседнее поле тоже наши 6 7 на нем тоже растет рожь и она уже тоже созрела почти вся далее у нас идет железная дорога и тут едет поезд классно но это не наш поезд поэтому пофиг на него да далее у нас есть еще два поля 8 9 тоже объединенная здесь рожь тоже созрела уже почти ну скоро созреет и далее если мы перейдем то у нас есть еще одно поле в котором тоже растет рожь соответственно у нас везде растет рожь и еще у нас есть контрактики контракт на белый рис который мы можем без проблем все не сделать надо отвести его на жидо станцию 200 кубов контракт на клубнику которая тоже скоро вырастет и теоретически ее должно хватить чтобы выполнить контракт и ее тоже надо будет отвести на жидо станцию также на швейную фабрику надо будет отвести шерсть 115 кубов этой самой шерсти кстати где находится швейная фабрика наверное это она около мясокомбината мне почему-то так кажется короче этим будет заниматься наш урал и еще у нас есть контракт на рож которую мы собираемся собрать 405 кубов и соответственно тоже отвести на ж.д. станцию короче сегодня катаемся на паровозике на ж.д. станцию убираем урожайчики и и занимаемся всякой фигней такой да начинаем друзья мы с шерсти отправляем вот этого вот замечательного урала у нас будет кататься возить шерсть на продажу только здесь его тяжело будет проехать но ничего страшного он справится можно кстати до открыть контракт на шерсть и соответственно за ним следить потому что нам же это все интересно так что короче вот за этим парнем мы с вами следим на на цифрах он там должен будет справиться без проблем съездить все это сделал продать а мы переходим на наши поля вот уж друзья кто сегодня работнёт так работнёт это наш нью-холланд который поехал убирать но сначала четвертое поле потом он уберет его отправим его убирать другие поля соответственно с ним в паре будет работать вот этот чумазый наш товарищ ман у нас грунт возил поэтому в общем то он такой чумазенький трохи в нем топлива маловато но я думаю первый раз наполнится с этого поля ему абсолютно должно хватить а потом он на базе заправиться там никаких проблем не будет соответственно погнали на наши теплички посмотрим что у нас происходит там на наших тепличках то заводы теплички клубничка 66 процентов плодоношения 115 кубов уже есть неплохо еще 15 кубов и все будет прекрасно выполним контрактик также у нас есть немножко обогащенного грунта как только одна теплица освободиться надо будет еще грунт закупать не круто не круто но что поделать у нас сейчас туманчик какой-то сгущается это тоже не прикольно вот по сути дела сильно работы то и нету пока что контракта вести на поезде смысла особого нету да я два раза сказал слова нет у нас есть еще одна работенка и для нее нам понадобится трактор и вот этот вот наш фуражный прицеп только где трактора трактора я не не в ангар не запихну возьмем нашего нового фэнта цепляем от него сейлку берем фуражный прицеп и поедем разбираться с силосом который у нас есть вообще кстати может быть мтз-шку стоим на мтз-шку надо взять мтз-шку с ковшом черты совсем не то я делаю мтз-шка добрялку тоже оставим здесь у нас есть ковш и у нас на нашей овчарне остался силос который надо тоже продать который просто так бросать нельзя поэтому берем ковши пойдем сейчас развлекаться с силосом там благо не все так плохо как могло бы быть увы в отличие от 19 фермы фуражным прицепом это все дело не подбирается но что поделать вообще знаете что мы сделаем мы туда два трактора сразу боже мой какая смотрите у них разница в габаритах то просто какой-то дистрофик от мтз не знаю почему они всем так нравится ну ладно мы соответственно туда гоним сразу два трактора наверно так что стой здесь ожидай а мы возьмем то что и собирались взять нашего новенького зеленого товарища и таки подцепим к нему вот этот вот фуражник вообще неплохо было бы конечно и такие работы мана взять но увы ман сейчас занят вот так вот подцепились и он вроде как должен будет поехать за нами если все сработает и все будет работать нормально едем к нашей овчарни приезжаем мы на нашу овчарню давайте-ка фэнта остановим вот тут а чтоб он не мешал еще и уралу ну что урал здесь катается у нас наша задача сейчас вот этот силос который у нас есть здесь в яме его здесь совсем немного и вот здесь 30 кубов всего перетащить в нашу силосную яму в силосное хранилище у нас силосная башня овчарни вот там есть 313 кубов его кстати тоже нужно будет продать а еще друзья у нас есть до хренища тюков и навоз кстати навоз тоже неплохо было бы куда-то деть навоз кстати можно будет взять в аренду и раскидать по взять в аренду на навозовую вот эту разбрасывал q и раскидать навоз по нашим полям а потом это все перепахать землю и короче будет сразу двойной слой удобрения с учетом того что там еще раскидывается солома 1 пахота и и вот этот навоз сразу все три слоя возьмут но я вообще к чему у нас есть до хренища тюков здесь солома и трава трава в основном то здесь ты купите монетка ты монетка правда монетка 62 осталось о приехала приехал урал кстати посмотрите как выглядит шерсть как она сюда здесь наполняется вот такими вот клочьями не в поддонах она возится а вот так вот короче надо от всего этого избавиться потому что овчарную я тоже собираюсь продать уже больше здесь не нужно надо избавиться и продать все что она нам принесла это самая овчарная поэтому погнали сейчас мы развлекаемся силосом с ковшиком как я люблю как вы любите тут в принципе раз 15-20 нужно вот такие вот телодвижения конченые сделать поэтому поэтому развлекаемся вообще, потому что у нас бздынь короче вот так вот в итоге силосная яма у нас пустая об силосной башни находится 343 куба этого самого силоса сейчас нужно его продать я кстати когда развлекался силосом все время что двигатель не заглушил от него да я когда развлекался силосом в свое время когда ямы наполнял помните все я на забил было такое мне сказали что можно было продавать это все дело с прицепа только надо было ближе подъехать и сейчас мы это дело попробуем если это дело сработает и мы обойдемся без конвейеров то мы соответственно сейчас зарядим туда валерона который продаст нам весь силос и это будет отлично и мы перейдем к другой еще одной интересной задачи 34 куба у нас этот прицеп нормально пойдет поехали на бга или давайте посмотрим где у нас силос то можно продать скорее всего только на бга и может быть и на какую ферму кузнецова но там только в тюках 25 до бга и фермы кузнецова но на ферме кузнецова только в тюках она принимается а у нас россыпью поэтому бга наш единственный вариант погнали туда а вот и бга опаньки у нас тут еще дегистата кстати дохера да я же силоса продал шумом и не горюй он не показывает заполнить дегистата я не понимаю уже должен здесь нет до показ 800 кубов кстати тоже можно знаете ли взять какую-нибудь удобрялку и поудобрять поля вместо того чтобы покупать удобрения потому что потому что это дегистат халявное удобрение ну ладно мне в общем-то говорили что здесь вот можно это все дело разгружать прямо с кузова не знаю как это работает да слушайте наверное можно до разгружается классно и капают нам за это денежки конечно с каждым разом будет все меньше и меньше но по 10 тысяч прицепа у нас их примерно 10 прицепов будет вполне себе почему бы и не продать ладно сейчас зарядим валерон чека и так друзья у нас урал закончил транспортировку шерсти транспортировка закончена а еще мы зарядили валерона который будет возить сил наша задача сейчас проверить понял ли он поставленную для него задачу только до урал мешает раз мешает сейчас мы его отгоним не проблема куда-нибудь вот сюда вот поставим и глушим ёк макарёк дружище шо с тобой не так давайте дубль 2 попытка еще раз нормально заехать под загрузку кучет нихрена у тебя не получается нормально но по крайней мере загрузка пошла но как-то отсюда собираешься выбраться хрен его знает хотя может и вырулит чет пошло все не совсем по плану но ладно загрузка пошла только почему-то количество силосов силосной башни не уменьшается интересно почему это а еще и силос у нас не увеличивается в этом сам хотя кстати он можно считать попал это странное дерьмо соответственно друзья у нас дубль 2 посмотреть чтобы это все заработало валерон получил по шапке наняли девах какую-то надеюсь она будет прекрасно справляться со своими обязанностями и да вроде загрузка пошла она не выкобенивается ничего страшного особо не происходит это хорошо теперь еще главное чтобы разгружалась давай счастливого пути только не разбери мне там трактор по дороге а я пойду встречу ее на бга вроде как до бга надо добралась вполне себе нормально посмотрим чтобы еще разгружалась это все дело и будет тогда вообще замечательно давай покажи мне мастер-класс разгрузки барышня вперед давай удиви меня опаньки и разгрузка пошла шикардос да там еще вплотную около заборчика и конечно придется проехать но ничего страшного опаньки все нормалды только 9 она не весь силос выгрузила потому что тут немножко забит этот бункер 50 кубов он себя всего лишь вмещает так что не так чё так медленно едешь просто она еще думает что все разгружается ну ладно короче выгрузилась и выгрузилась вообще можно кстати немножко мотнуть время чтобы она немножко переработала себя почему бы и нет надеюсь там они в общем-то разберутся никаких проблем с этим не будет погнали еще посмотрим что у нас происходит с уборкой поля как-нибудь отсюда можно выбраться нет страны и заборы везде до чего мы выберемся сейчас мы добежим до нашего любимого поля это у нас это самое большое поле и пусть они уже довольно таки большой кусок убрали убирает потихоньку есть не просят все прекрасно то сейчас будет непонятная ситуация с этим ячменем который здесь в тут немножко растет его вот тут самое ну короче видно да что есть немножко ячменя вот остальные поля и так понимаю еще не созрели но пока будет убираться вот этого часть я думаю что они дозреют до конца с этим в общем то друзья все понятно погнали дальше разбираться с нашей овчарной и пытаться ее освобождать потому что это важно это важно посмотрим что у нас там вообще еще есть в наши овчарные он только это василиса доехала да а он остатки загружает в яму нормально нормально работает гениальный план короче говоря животные овчарня у нас есть 285 продуктивных овечек 112 подросших и 38 молодняка также у нас осталось 5 кубов шерсти и 40 кубов навоза но вот составим здесь до последнего хотя может быть навозом и будем удобрять ближайшее время поля наш так еда у всех есть у всех все прекрасно это хорошо по складам склад тюков на овчарне тут в общем то всего этого дела много солому солому друзья надо будет продавать на ферму кузнецова и в общем-то именно этим я сейчас видимо и займусь эхе-хе-хе друзья а вот она короче наши тюки все и сейчас мы здесь будем продавать несколько штук уже продано за это время пока я их сюда возил уже кстати и так раз два вот так вот она продается 3600 прицепа но это не полный прицеп пока их возил уже закончилась продажа силоса также мы переставили комбайн на другое поле первое поле уборка закончилась пока что я его не трогал короче продаем сейчас тюки и ребята вам очередной таймлапсик с этим безобразием да да друзья продать эти тюки получилось намного быстрее чем их сюда привести но это логично потому что не пришлось далеко за ними ездить короче говоря продаем и все от всей соломы которая у нас была мы избавились и у нас уже почти полтора миллиона на балансе и это очень круто пожалуй на данный момент урала я оставлю здесь мы сбегаем посмотрим чего у нас вообще происходит на нашей ферме рож еще до конца не созрела кстати это не очень хорошо потому что поставили мы уже уборку поля и она убирается довольно таки с быстрой скоростью но тут вот еще не все созрело ну ладно короче говоря друзья еще были планы поработать в этой серии но чё-то как-то все затянулось поэтому давайте так я-то сейчас продолжу если 500 лайкусиков набираем и под этой серийкой хочу это здесь не убрать ладно если 500 лайкусиков мы набираем под этой серии течение дня то завтра же я выкладываю следующую серию прям вот так вот подряд но если нет то по расписанию но вы же пишите свои комментарии по поводу все его канале которая здесь происходит и да всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита делай всем всего доброго и пока пока